Всем привет! Это Хабаровск Онлайн. И прямо сейчас мы вспомним все, что вас удивляло, веселило и пугало в сети на прошлой неделе. Убитый Спартак или новый Хихцир? Интернет-пользователи ждут окончания ремонта на Выборгской? Сеть 5G строят в городе? И как сделать по-настоящему крутые снимки для Инстаграма? Недолго радовались любители горнолыжного спорта и сноубординга новости о том, что на горнолыжной базе Спартак, которая сейчас называется Хихцир, появится курорт мирового уровня. Внезапно, как гром среди ясного неба, появилась информация о том, что, оказывается, в этом деле есть куча сомнительных деталей. Правительстве края даже последовали увольнения. По собственному желанию ушли первый зампредправительства Игорь Аверин и министр инвестиционного развития и предпринимательства Юрий Чайко. Объясняем. База Хихцир долгое время была в удручающем состоянии. Еще два года назад краевое правительство и администрация Хабаровска договорились о создании на базе Спартака регионального центра развития зимних видов спорта. Вместе с Краевой федерацией горнолыжного спорта Хабаровского края правительство и мэрия разработали план мероприятий по реализации этого проекта. Начали работать согласно плану. Привлекли Росинжиниринг, который работал над Розой Хутор в Сочи. Росинжиниринг подготовил сам проект. Предложил, что на этой территории должно появиться и какие виды работ должны выполняться. Ну а первое, что нужно сделать, провести на этой территории проектно-изыскательные работы, чтобы компания смогла зайти на землю и изучить ее возможности. Ее нужно было передать не в собственность, не в аренду, а для конкретных мероприятий, для изучения. Но недавно в инстаграме губернатора края Сергея Фургала появилось вот это видео. Никто не давал право имущества, которое принадлежит всему краю, всем жителям, передавать в акционерное общество. Но вообще-то никто не собирался отбирать землю у края и его жителей. ЦИЦ стал якорным инвестором, который взялся за развитие горнолыжной базы. И сейчас нужно, чтобы правительство разрешило ему изучить эти 360 гектаров земли, на которых будет построена база. Стоимость проекта несколько миллиардов рублей. Ни город, ни край не могут себе этого позволить. Можно выйти на различные федеральные программы, но государству нужны аргументы. Получится ли здесь построить то, что запланировано? Для этого и необходимо провести проектно-изыскательные работы. Губернатор как будто удивлен тому, что за развитие базы взялся Центр инновационных технологий. Но при этом он сам подписал письмо в один из комитетов Государственной Думы Российской Федерации, где указывал, что именно ЦИЦ готов вложиться в развитие территории и даже просил его поддержать. Что-то я вообще ничего не понимаю. Вот подпись, а вот видео, в котором Сергей Фургал заявляет, что землю передавать нельзя. Вообще очень странная ситуация. Судя по комментариям в сети, интернет-пользователи тоже мало что поняли. Ну и кашу заварили с моей любимой горой. Чувствую, следующей зимой придется ехать в Халдами. Хотя дома в Хабаровске уютнее. Я думаю, что развитие Хабаровского края пойдет от этой горнолыжной базы. Заложен колоссальный экономико-финансовый привлекательный кластер. Такой курорт привлечет инвесторов в Азии. Я думаю, надо уже готовиться к тому, что отсеивать потенциально неэффективных инвесторов из других стран, так как этот проект поистине является дальневосточным. Что ЦИД будет строить горнолыжную базу с новым именем, знал весь город. В инстаграме и в социальных сетях везде была информация, что ЦИД проводит конкурс на новое название базы «Спартак». Только один человек, получается, не знал. А вот в интервью вышедшим на нашем канале начальник управления инвестиционного развития администрации города Иштван Брысин рассказал, что, несмотря на этот скандал, работы на Хикцире все же начнутся. В декабре мы запустим, постараемся запустить, я сейчас боюсь сказать, не дай бог, тут какие-то подводные течения, постараемся запустить эти три трассы, ныне горнолыжной базы Хикцир, отремонтированный подъемник, систему оснижения, ну, систему видеонаблюдения. И, по крайней мере, я вам обещаю, что там будет два теплых туалета, женский и мужской. Что ж, хотя бы так, лично я, как и тысячи жителей города, хотел бы просто покататься на лыжах и сноуборде на хорошей обустроенной базе. А пока спортсмены вынуждены ездить в другие города и даже регионы. Ждем, что вопрос реконструкции базы все-таки будет решен, и решен последовательно. Что больше всего волнует автомобилистов нашего города? Конечно же, состояние дорог. Все с нетерпением ждут окончания реконструкции улицы Выборгской. Пользователи сети постоянно интересуются, когда же уже завершится ремонт, который идет на условиях софинансирования городского и краевого бюджетов. Но на прошлой неделе у многих хабаровчан появились сомнения, а закончат ли реконструкцию Выборгской? Дело в том, что на объекте начались перебои с финансированием. Хабаровск свою долю уже отдал, а задолженность краевого правительства перед подрядчиками составляет 44 миллиона рублей. Это долг за май. Но в июне он, к сожалению, не уменьшился, а наоборот вырос. И вот как отреагировали на эту новость в сети. Бред! Почему жители города-то страдать должны? Ну должен, заплати! Тебе только спасибо все скажут. Что за игры-то? Да заплатите вы уже! Почти год жители района должны глотать пыль на этой Выборгской, потому что дядьки в кабинетах договориться не могут. Ребята, Вангую, сейчас на волне обострения отношений между городом и краем, край кинет город. Город дорогу не достроит. Я бы, кстати, тоже за бесплатно не работал. Там подрядчика жаль и его рабочую силу. Мужики за свою адскую работу не получают зарплату. Все останутся в минусе. В сущности, ничего нового. Конечно, все это очень странно, только очень жаль, что и в этой ситуации заложниками становятся обычные жители Хабаровска. А теперь к новостям технологии. Модернизированную сеть сотовой связи четвертого, а в перспективе и пятого поколения, строят в Хабаровске. Первые вышки уже начали появляться на улицах города. Выглядят они вот так. Обычная опора, но она двойного назначения. На нее можно установить систему освещения, видеонаблюдения, ну и, собственно, передатчик. Установка оборудования сотовой связи на такой опоре позволит резко увеличить качество мобильной связи стандарта LTE и снизить мощность базовых станций, а тем самым и снизить влияние электромагнитного излучения и уровень помех в эфире. Вообще, 5G — это стандарт сотовой связи нового поколения, который обеспечивает высокую скорость передачи данных до 1 гигабайта в секунду. То есть, например, фильм в формате HD можно скачать буквально за 3-4 секунды. Кроме того, 5G выдерживает до 1 миллиона подключений на площади в 1 квадратный километр. Немаловажно и то, что основное требование к сигналу сетей 5G — абсолютная безопасность для здоровья человека. В настоящее время в городе пока только создается инфраструктура для этой сети. Аналогичные процессы идут по всей стране. Ожидается, что сеть нового поколения будет внедрена в Россию в 2022 году. Не удивляйтесь, если однажды на таможне в Фуюане, Суифенхе или Хайхе у вас ненадолго попросят смартфон. Дело в том, что китайские власти начали устанавливать шпионские приложения на андроид-смартфоны туристов. Сейчас это делают на некоторых пропускных пунктах в Синьцзяне. Об этом сообщает T-Journal со ссылкой на ряд изданий. Вирус сканирует файлы устройства на предмет экстремистского контента, собирает данные и передает отчет властям. Пока приложение устанавливают только на въезде в Китай через границу со стороны Киргизии и только на андроид-смартфоны. В случае, если у туриста айфон, таможенники подключают его к специальному устройству, которое сканирует файлы, и отдают назад. Программа проверяет смартфон на наличие файлов с экстремистским контентом. Например, публикации террористов, выдержки из Корана, тексты Далай-Ламы и музыку японской металл-группы Unholy Grave, у которой есть песня «Тайвань, другой Китай». Сурово, конечно. В общем, совет. При планировании поездки в Китай внимательно изучите, что у вас там в вашем смартфоне. Один из важнейших поводов от всей души полюбить Хабаровский край — это наша фауна. Ну, представьте, где-нибудь там, на западе, вам дорогу могут перейти только черные кошки, а у нас — амурские тигры. Вот таким видео поделились с нами наши телезрители. Оно сделано в окрестностях поселка Корфовского. Туманное утро, и на дороге двое тигров. Судя по всему, взрослое животное и тигренок. Реакция зрителей прямо хороша. Вот да, в таких случаях лучше держать двери в машине плотно закрытыми. Разгар лета. Самое время делать бомбические снимки для Инстаграма. Фотограф из Барселоны, Хорди Пуч, создает крутые фотокарточки из подрубочных средств. Итак, прямо сейчас несколько идей, как сделать по-настоящему топовую фотку для Инстаграма. В этом нам поможет, например, подставка для ручек или для вилок-ложек, немного воды и магии инстафильтров. Необычно, симпатично. Или вот так, например, можно задействовать простую пластиковую бутылку. Я не знаю, на что это похоже, но выглядит загадочно. Или вот, интересный способ задать крутую динамику в кадре. Вот такую. А как это сделать? Просто намочить теннисный мячик и крутануть его перед фотоаппаратом. А это мой любимый способ. Разбросать поджаренные макароны в виде букв над книгой. Ну что же, ждем ваших шедевров, любителей Инстаграма. На этом все. Подписывайтесь на телеканал Хабаровск во всех социальных сетях. В Инстаграме нас можно найти по адресу khv.tv, а в Ютюбе по запросу телеканал Хабаровск. Комментируйте, лайкайте, ставьте хэштег «Смотри Хабаровск» и делитесь своими фото, видео и интересными новостями. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!